приветствую друзьям очередной нож на тесте на данный момент это у нас опять дамаск дамаск от мастера инкогнито или называть тебя экспериментальный экспериментальный дамаск хорошо тимура сама саламова салам братан шалом тимура шалом специальный свиной нож ну точился как всегда шкварочный зашкварочный закалка в шкварках за . 36 градусов 0 1 микрон венецких алмазах так нормально реже цепляет крутая ручка кстати серега новую технологию изготовления рукоять твердость ориентировочная 56 58 толщина обуха 4 сведение 0 6 ширина спуска 20 но преимущество класса очень-очень весом уклоняется от заклинаний не хуже монаха отлично уклоняется и от ловушек но самая главная особенность атаку которая растет с уровнем в классе высокоуровневый плут спокойно убьет любого мага с одной скрытой атакой канал эдвард вулс смотрим да да пока денег не заносил пока 4 тысячи ловушек ждем в баталиях грамотный плут спокойно переломит ход боя в сторону своей команды благодаря умению ставить ловушки в неожиданных местах и быстро убивать врагов в критический момент еще одно сверх важное преимущество плута это сумасшедшее количество начальника уровень благодаря этому что они сегодня выдают сколько начальника 05 до масса видимо потому что дома да наверное возможность используя на протяжке вообще вооруженные разными палочками и свитками это фактически маг в общем класс очень крутой сетевой игре но одиночной игре будет трудновато классическое мультиплассирование это у нас лопата еще турбина это были чисто боевые классы ну лес бодрый кстати поначалу ну прям хороший лес на самом деле как ухо 12 минут прям агрессивный такой такой персонаж может у врага а его скрытная атака это вы еще мы арматуру не видели сейчас увидим прям вообще эти дольки нарезает офигенно спокойно драться силами это не редлома силовой плут с двумя котами еще прикольный вариант строить плута через силу и среднюю броню а не через лофт ага он даже лучше прошлого режет прям заметно игорь вот тимур нам денег занес а ты не занес так сколько там 35 а это просто видно по видео что они прям отскакивают игорь а я даже не старался 35 болезнь не я говорю про рез именно рез хороший очень он получает не на каждом уровне а так и все персонажи ну прям аккуратно аккуратно дольки навязает офигенно что очень круто а так же полностью иммунит к страху и болезням умеет раз в день так 35 что-то подрывается уже слабо а чё с этим пакетом как вы говорите здесь там было 12 и я всегда как вы говорите он болеет еще верен старым традициям а чё там были не 12 а 45 предыдущим вторым пакетом как нас Саша подбривай это много больше преимущества я кстати на самом первый раз варил шаха 15 с 10 я припаду потратил сущие только я лучше хоть пробовал только на пчаке они мягкие но она мягкая и за счет этого у него протяг хорошего 55 или 50 не помню сколько мастер 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 арматура вообще всех порвет арматуру насилил как мог следующую арматуру масло воду холодную 60 а я потом взял снега набрал на кривую там где-то на 900 снег еще ну я не знал кривую точно ну все наверное так пожулькал 60 резок да очки способности получают так же как и все что то и так винание ну это хорошо тут скрытные атаки как у плота у рейнджера нет уже на первом уровне получают сразу два то есть навыка владения двумя оружием так сходи так я боюсь это же не пиво я бы сказал я бы джентис сказал ты помнишь программист который он может рядом позвони может он там в магазин среди которых есть да нет так ты позвони может он в магазин сейчас да чай чай может он как раз в магазине стоит а то он сейчас начнет пить с двумя руками при достаточной ловкости воин может взять все но это все равно что выбрать в качестве врага всех врагов сразу магия у рейнджера тоже так себе 2 прячет но не более полагаться на это 60 что любимый многими класс на самом деле больше 60 я только закончил серебря арматуру арматуру не положил как и дальше вы попробуйте поиграться заточкой это классик играть что 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 игру но читать заклинания тоже но не так сильно у барда всего шесть кругов заклинаний многие заклинания не имеют аналогов у других классов вообще но в целом они так себе колдуны над ними будут только посмеиваться правда есть среди них и довольно таки страшные например погребальная песня которая за пару ходов превратит инвалидов всех врагов вокруг но самое главное преимущество барда не в заклинаниях а в том что он умеет петь свою песню которая бафает его и всех окружающих этот баф со временем что он настолько силен что превосходит пассивную другое защитное два и восемь баф тридцатого курса а я могу сколько скачивал такой урон и у меня показывают что у меня будет от на матриевке до кузницы двадцать тысяч шагов там тридцать тысяч шагов каждый раз по разному это не существо ну там потому что у тебя телефон каждый раз придет и он считает а вот эта херня она синхронизируется с телефоном и она если тебе телефон GPS на месте и она тебе шаги не шаги а остальное бросить в ученика красного дракона получится довольно сильный баф с магией и крутым бафом делать это логично после получения последнего круга динамики причем если быстро начинаешь шаги он автоматом включает короче тренировку но это именно бутон а если я на спец области то мало машину а вот здесь он прям чувствует что я выстраиваю ну как перемещаюсь вот тут не врубаешь прям не открываю машин короче из дома в магазин тренировать трансминка 150 ты записываешь там суть в том что священник способен грохнуть почти любого я не буду записывать если враг живое существо просто юзаем заклинание вред а потом наносим один удар если враг нежить то юзаем на него высшее исцеление и тоже наносим один удар с драконами это не проканает но защитные чары священника настолько сильны что дракона он может выносить просто лобовой атаке в ближнем бою обвешавшись лучшими заклинаниями но это я отвлёк я просто рядом кто на сотке 150 а до этого было сколько 2.8 из особой способности только изгнание нежити главная характеристика мужесть второстеская динамика лучше чем помогать он носит самую динамику я просто сижу рядом и держу бампу свой если у меня рядом некого выросли да я понял ты сегодня подвигиваешь ауру создаёт кастову ауру самозаточка фартовскую песню я понял классная фишка священника это то что он может на первом уровне выявить палатки кончен полёт от домена зависит кто а на мазайтик оставал это как бы проволочки проклести железный канал да 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 в магии открывают доступ увешал как бы он валит даст священнику возможность взламывать лотки и дарывать множество сейчас по даблеону можно будет сказать что да тебя ножка располезал просто вот резать не умеете просто мы порогу ещё постучим да что только не было не я к тому что было так порогу так не вот так вот еще знамены позволяют сушеннику заклинанием ускорить видео и всё нормально заклинание священника хороши они ускорят его в ближнем бою 200 да было конечно и не такое было я тебе говорю там что только не было там столько экспертов появления можно вообще никого не кроме сразу простые вояки получат очарованные на элементы оружия ой как нескоро добавим сюда кучу мощнейших защитных чар которыми можно обвешаться каждый раз когда был плохой результат все говорили что поиграйте заточкой еще что-нибудь там режете плохо затачиваете плохо вот вы такие сидите вот этот нож мне не нравится и мы его а вот этот мне не нравится мы его похуже кто денег закинул того мы заточим канал же полтора миллиона подписчиков надо тарифы выставить миллионные просмотра так что второе влияние второй уже четвертый его намного серьезнее защитные примерки те же самые вообще друид такое влияние на массы он может вообще не лезть ближний бой и мочить всех только магию друид имеет 8 хитров на уровне атака растет как обвещение 3,5 главная характеристика мудрость второстепенность но тяжелую броню и тупое а я тебе хотел свой каталог показать я не пользуюся только друидским давай когда мы останемся вдвоем ты мне покажешь химитар броню из-за того лёгкую или третью ты так себя не любишь она вообще странная но обычная форма груинда при нормальном снаряжении намного эффективнее любой формы зверя еще друид умеет призывать себе на помощь какого-либо зверя которого выбирают на первом уровне его звери самые сильные благодаря усиливающим поэтому они актуальны даже на высшем уровне защитные заклинания груида такие же как у священника но атакующие чары все-таки колдун среди тех есть адовое заклинание ползучая смерть которое атакует всех в зоне действия вообще без спасбратка друг кстати в одиночной игре тоже выносит все что движется пройти без смерти за него ничуть труднее чем для священника класс дико крутой игре но в сетевой игре его редко не видишь мультиклассировать друида имея смысл только в оборотне когда он сможет превращаться во всяк длиннёх только гигантской мантифоры и даже дракона можно бы вообще не классировать друида и так самодостаточная ну и последнего класса колдун и волшебник рассматривать их по отдельности нет смысла потому что они похожи оба читают абсолютно одинаковые заклинания и могут призвать на помощь волшебную тварь вроде пикси или адской гонщик разница лишь в том что волшебнику нужно заготавливать заклинания заранее выбирая из списка доступных чар а колдун может читать свои заклинания когда захочет без подготовки вообще но у колдуна всегда меньше заклинания чем у волшебников потому что ему разрешено выбрать лишь несколько новых заклинаний при повышении уровня а на 200 было удают сразу все еще волшебник умеет учить заклинания со свисков в колдуну же это недоступно выходит что волшебник этакий ботаник который познает магию с нуля развивая интеллект колдун же чисто наделенный магией от природы человека соответственно заклинания волшебника зависят от интеллекта а колдуна от харизмы это и есть их главные характеристики ко второстепенным у обоих можно отнести ловкость телосложения колдуны и волшебники получают всего 4 хита на уровень атака растет крайне медленно поэтому рукопастников из них не получится никогда но их заклинания перекрывают все минуты глаз скажу коротко у них самые крутые защитные и атакующие чары в мире ДНД обвешившись защитой волшебник или колдун может вообще стать недосягаемым для врагов а его огненные шары огненные стрелы волшебные шквалы элементные конусы или мозговыносящие заклинания вроде крико-банши могут уничтожить с десяток противников разом ну и еще у них есть проклятый таймстоп одно из самых безбалансных заклинаний в игре у священника оно кстати тоже есть играть с лугуном или волшебником в одиночной игре поначалу очень сложно потому что заклинания первых двух кругов весьма так себе а враги нападают толпами зато потом правило прокаченный колдун ушатает под трех драконов сразу в сетевой игре это всегда были есть и будут самые мощные классы которые рулят полем боя опасаясь только скрытных игроков колдуны и волшебники не только вливают кучу урона но и контролируют всех и вся при помощи рук библине и подобных заклинаний а какой класс круче колдун или волшебник вообще главный срач фанатов нэвервинтера я поставлю в нем точку сказав что колдун рулит до эпических уровней то бишь до двадцатого а волшебник начинает рулить уже после потому что он чаще чем колдун получает эпические способности в битве против волшебника побеждает кто первым называет тайм-стоп если без тайм-стопа по волшебнику шатается не будет знать какие у него в арсенале заклинания в противном случае преимущество на стороне колдуна мультикласс колдуна стал уже легенцем это колдун с одним уровнем паладина у такого колдуна являются высокие спас броски из-за высоченного механизма вообще этого класса по всем законам существовать не должно потому что колдуны поиграли мировоззрение так в праве ученика красного дракона я бы колдуна есть ну так немножко по-моему обмену поплеще чем на волшебнику можно будет не бояться там-то вообще самый минимальный по-моему по-моему не сравнив так кроме основных классов еще классы приехали но их разбирать по отдельности я не буду без соображений продолжительности ролика эти классы нельзя выбрать в начале игры только часть ролевой системы механика складывается вот вот это замена я имею ввиду что это отмены сейчас отвечает за то насколько хорошо персонажи клоняются от ударов брак стайл брак стайл брак брак это фиг это вообще фигня не ну неплохо я думаю хуже будет но ты подожди очень ты что дальше им резать сразу так дальше самая сильная новичок уже при создании персонажа вам взрывают мозг выборами 25-30 способностей чем винил пока вообще офигенно пока что и горе вам если вы на выбираете херни еще там есть просто тьма навыков в которых сам черт ну это не вообще такой замен он туда прогнулся не как будто возможно видишь вот как это чешуйка здесь не чешуйка как будто вот часть туда ушла а часть осталась видишь на месте это видишь углом что это можно что за свет так вот это скорее не факт скол это за мир нет нет за мир он выламывается замену на грани просто если бы скован эксперимент удался вот он самый большой замен это кажется просто последнее время у нас не заминалось поэтому кажется что большие нормально нет больше здесь больше чувствует вот сильнее затупился так нормально так нормально хорошо для это для для дамаска хорошо то есть у нас в принципе другие дамаски больше заминались либо скалывали хотя получается сколько было чуть у него четыре с половиной этого 45 а подожди по на канату сколько ну я и говорим сейчас подожди так у него 4.3 а мозаика 4.5 ну то есть грубо говоря на канате практически одинаковая почти на этом но он был видишь 60 а мозаика 35 поэтому это средний у него потолще я бы полезу это выбрал потому что у меня как он резал прям офигенно просто когда у меня нож приземлил его но поэтому собственно я не врезал этот лучше у него рез прям очень бодры был ну во во-первых тут рукоять извините меня эргономичная во-вторых калилию в снегу они не не в снегу это не в жопе калилию в жопе молодого дермантира короче это обычный просто как это сказать я имею ввиду что это просто обычный такой дамаск совершенно без всяких в прямослой обычно но там чуть-чуть дичок набит и все ну и очень хорошо себя показал на самом деле не ожидал никто это сольется быстро таки вот такие дела заседания не болейте